Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Стоит ли писать своему бывшему мужчине с извинениями, за то, что я поднимала на него руку, в отношениях я перенесла модель своей семьи. Мама меня била, потом я встретила хорошего парня, который заботился обо мне и полюбил, но я бил его в момент ссор иногда. Да, расскажу, хочу извиниться, но боюсь писать, он всё-таки гордый и может это сделать меня в его глазах навязчивый, и он не захочет потом со мной говорить и потенциально возвращаться ко мне. Ну, вот я бы сказал, что так, как составлен ваш текст сейчас, я бы сказал, что вообще не очень понятно, что мы могли бы для вас сделать. Вот, вот, то есть как мы могли бы вам помочь? Чем? Потому что, например, стоит ли писать? Решайте вы сам. То есть это ваше решение, вы решаете, будете ли вы писать, хотите ли вы писать и так далее. Лично мне кажется, больше проблемой, что вы чувствуете вину за то, что это делали. Извиниться вы, конечно, можете перед мужчиной. Да, извиниться может. Но нужно обязательно донести до человека то, что вы хотели сделать или показать через поднятие руки, например. И если это будет просто, просто извинение, я боюсь, что ничего хорошего из этого не получится. Также, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы для себя определили, вот вы хотите, чтобы он к вам вернулся. Молодой человек ваш. Для чего вы этого хотите, точнее, чего вы хотите в том, чтобы он к вам вернулся? Если вы хотите сделать счастливым? Если вы хотите сделать счастливым его? Прекрасно. Супер. Хорошо. Хорошо. Если вы этого хотите. Если вы этого хотите. Но если вы хотите, чтобы молодой человек вернулся, так скажем, для вас, то есть вы хотите, чтобы он вернулся, потому что это вам нужно. Вам нужно, чтобы он вернулся. Что здесь, конечно, на мой взгляд, есть проблема. Потому что он ведь может не вернуться. Ну, буквально, буквально, он может не захотеть возвращаться к вам. И что вы будете делать тогда? Что вы будете делать в этом случае? В случае, если он не захочет к вам возвращаться. Вот, на мой взгляд, продумать этот момент очень важно. Вот. Потому что, если вы хотите человека вернуть для себя, то это всегда чувствуется. И это некоторое, ведь, искажение, это некоторое искажение вашей мотивации. Верно? Вот. Поэтому крайне важно для вашей будущей независимости, на мой взгляд, чтобы вы увидели, зачем вы хотите его возвращения. Вот. Не в смысле того, что его не надо возвращать. А именно в смысле того, чтобы понимать, чего же я хочу. И чтобы иметь больше возможностей для того, чтобы это реализовать. В случае, если он не вернется. Да даже верно вернется. Понимаете? Дело еще в том, что извинения не решают проблемы какой-то конфликтной ситуации. Кроме того, что обесценивают вас и обесценивают ваши действия. От обесценивания или принижения себя или своих действий у человека мало что меняется другого. Кроме разве что только того, что человек понимает, что если мне будет плохо, например, то что-то вроде компенсации я могу получить, если передо мной будут извиняться. Вот. Хорошо ли это? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это совсем нехорошо. Такая история. Вот. Поэтому, если вы хотите выстраивать зрелые отношения с человеком, то, на мой взгляд, лучше, конечно, вам было бы все-таки донести до него именно то, вот именно, именно то, именно то, чего вы хотели, когда, собственно, поднимали на него руку, что вы испытывали, когда поднимали на него руку, вот, о чем думали и так далее. Вот это, на мой взгляд, куда более важный момент, чем простые извинения. Вот. Потому что простые извинения, это, повторюсь, ну, просто, вот, какое-то, ну, какое-то принижение, да, вас, обесценивание вас и все, и все. Я не думаю, что это то, чего вы достойны. Я не думаю, что это то, чего бы вы хотели. Я не думаю, что это может помочь вам решить какие-то проблемы. Вот. Вообще, если говорить как-то прямо, то, лично мне показалось, что вам без мужчины плохо, вот. Мне показалось, что вам без него не очень хорошо, вот, и вы захотели его вернуть. А самым лучшим способом, по вашему мнению, вернуть его, это будет извиниться. Вот. Только вы не учли того факта, что изменение означает принижение себя. Вот. Понимаете, на принижении отношения выстраивать идея не самое лучшее. А, равно как и из страха. То есть, если вы действуете из такого вот страха, что человек может к вам не вернуться, да, например. Вот. Тоже не очень хорошая, не очень хорошая мотивация, да, здесь. Понимаете, какая штука. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что сначала вот то, что вы боитесь, к примеру, быть навязчивой, вот, это само по себе является проблемой. Вот. То, что вы боитесь быть навязчивой, ну, быть навязчивой. То есть, проблема такой вот. Проблема навязчивости, навязчивости, если, если хотите, это, ага, проблема с нафинг, вот. То есть, если вы боитесь, что можете показаться какой-то вот такой, то это вот история про то, что вы, я бы сказал, не самого лучшего мнения о себе. Вот. И, наверное, 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 было бы вначале неплохо это подкорректировать. То есть, вначале было бы неплохо подкорректировать именно то, что вы, что вы себя, ну, вот, принижаете в какой-то, в какой-то степени, да. Вот. И уже когда, более-менее вот немножечко мы смогли бы выправить, поправить. Ваше впечатление, ну, ваше отношение к себе, да, ваше восприятие себя и так далее. Тогда уже можно было бы, конечно, как-то говорить о том, чтобы идти с человеком на контакт. Вот. Я думаю, примерно такой ответ мог бы я вам предложить сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Мне совсем понятно момент с вашими проблемами. То есть, ну, вот, например, вы говорите, что у вас было, ну, непростое, непростое детство, да, то есть вас били и так далее. Но сейчас действительно очень печально и грустно то, что было. Вот. Это правда. Но решили ли вы проблему? Вот. Решили ли вы свою проблему, о которой вы рассказываете? Непонятно. Потому что, что толку, если вы вернёте человек, например. Ну, то есть, ну, то есть, вы его вернёте, да? Ну, да, пусть. А проблематика останется. Я имею в виду вашу проблематика. Вот. Она останется. Она никуда не уйдёт. И что... Тогда будет. А будет тогда, ну, на мой взгляд, по крайней мере, то, что всё повторится. То есть, проблематика повторится, конфликты повторятся. То есть, вы опять поднимете на человека руку. Вот. Такая вот история. Поэтому я бы сказал, что вам нужно работать над своими проблемами. Вот. Заниматься ими. Вот. Пойти на психотерапию. Возможно. Даже. Вот. Если вы хотите, конечно, что-то исправить, да? Если вы хотите, вот, что-то изменить и так далее. Вот. Такая история. А не просто, что сейчас вы человека вернёте и всё. И всё будет как раньше. Вот. Конечно, есть и ещё один момент. Вы говорите, что мужчина горлый. Случайно ли, что вы выбрали себе человека гордого? Вот. Это довольно интересно. Случайно ли, что вы выбрали для отношений мужчину, который может вас не принять и оттолкнуть? На мой взгляд, ну, возможно, я сейчас только предполагаю, что это не случайно, и выбрали вы такого человека, потому, что вам нужно принятие. Вам хочется принятие. Вам хочется, чтобы вас приняли. А для того, чтобы вас приняли, нужно для начала, чтобы вас не принимали. К сожалению, очень часто это работает именно так. И если это так, то вам в первую очередь, конечно, конечно же, работать нужно именно с собой, да, и со своей самой оценкой. Чтобы вы не воспринимали мужчину как кого-то, кто должен вас оценить. оценить, кто должен вас принять, одобрить и так далее. Чтобы вы были у себя сами на первом месте. Понимаете? Понимаете? И вот тогда у вас будет реальный шанс на то, чтобы построить такие отношения. где вы можете в целом быть уверены, что ситуация не повторится. Я имею в виду такая ситуация вот, которую вы описали. Что вы подняли руку, человек ушел. Там, обиделся на вас и прочее, прочее, прочее. Вот. Понимаете, да? Я не думаю просто, что тот факт, что вы позволяете человеку, в принципе, больше, чем себе, является чем-то позитивным. Я думаю, что это накапливает определенное неудовольствие, я думаю, что это накапливает определенное количество негатива. Вот. И в итоге, на мой взгляд скромный, приводит к тому, что люди, ну, просто испытывают вот то, что можно было бы, наверное, позиционировать как такой, знаете, вот, ну, скрытый негатив. Вот так я бы сказал. По крайней мере. Очень надеюсь, что вам это все было интересно, очень надеюсь, что вам это все было полезно. Вот. Хотелось бы пожелать вам всего самого доброго, хотелось бы пожелать вам удачи, хотелось бы, скажем так, обратную связь, по моему ответу, это позволит вам, позволило бы вам начать над собой работу, позволило бы вам сформулировать базовые какие-то постелаты для психотерапии, вот, чтобы, ну, было вот от чего опалкиваться при работе с специалистом, чтобы вы уже знали, куда вы хотели бы двигаться, вот. И тем самим могли бы более осознанно вести индивидуальную работу, вот. Всего вам самого доброго, обращайтесь, будем на связи. Спасибо. 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 Спасибо.